Карен Бабарян Они спали на столбике? Ну, Димон там прилег Аренчик тупо сидя Ну, может, под него Не понятно Это их право, Иван Не осуждай, мы находимся в Германии Да Мы находимся... Итак, мы идем в прямую трансляцию из Германии Это Frankfurt Major И тех, кто еще не с нами, присоединяйтесь К нам Неплохая агитация сейчас Присоединяйтесь, кто еще не с нами, присоединяйтесь к ним Да, а если вдруг вы еще не голосовали В Доте Доте Два Руха в группе ВКонтакте То Обязательно сделайте это И будет приятно всем А ты не пропадешь, Сань Я не пропаду В этой жизни Уже там рекламочку пускают Магазин на диване смотрел? Да Смотрел Всего за 3999 рублей Вы можете купить эту великолепную Нож-мультиварку с автографом Ивана Емкина Собственноручно вырезанного из дерева Сталилитейного завода номер 16 Моего родного города Ялта Вот так вот Нож-мультиварка А я думал Сталилитейное производство в Ялте не очень Сашка просто магистр рекламного факультета Как раз в мультиварке когда пошли там мух Даже Путин заинтересовался ими в одно время Ну ладно Ну давайте какой-нибудь еще такого модного сочного героя А Керри им нужен Керри Иван, кого сейчас возьмут? Керри Вивера, конечно Керри Марту Кстати Против Виверны Это очень хороший пик Да Молодец Такой блинкаешься Ну Оп 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 На-на-на-на-на Да нет, любого независимого Керри можно взять Или я какого-то Ланцера какого-нибудь И независимого Это как партия независимого Керри Это как Дива Сарена Независимого Я свободный и независимый Ну стучать было не обязательно Стучать было необязательно уже А вообще, какой бы хороший был герой. Герокоптер в бане, от них же, молодцы. Да, Лансер можно взять, Спектру можно взять ту же. Лансер вообще нормально. Лансер хорошо заходит. Лансер, да, найсовочка. И Эмбри Спирит. Им бы вместо Сэн Кейнга Бэйна. Опа! А вот и Керри подъехал. Ну, короче, у них Керри лишачок с Бэйном. Через Сашу Яшу. Сэн Кейнг лесной туск в оффлейн, и это действительно туск в оффлейн. Это значит, что Нью-Би-Янг играют не по страти анноун, не берут в первой стадии спорта. Это значит, что Нью-Би-Янг играют за Рэббинг? Да. Они не по анноунски играют. А кто остался не хомом? А откуда ты знаешь? Они могут поставить сейчас какие-то даблы, триплы, и тусика на лёгкую против клока. Плохая идея. Решрак Бэйн точно. Мне по-хорошему вообще пик Нью-Би-Янг нравится больше. Как ты говорил, что драфт они не проигрывают. Вот они тут опять не проиграли драфт. И там реально... Випер... Виталий Рустам. Ну подождите, давай ещё поговорим. Говори, говори, Саша, говори, говори. Мы тебя ещё слышим. Я не смею перебивать хвоста. Ну как это так? Мы передадим его слова. Хайпешник! Хайпешник же надо нагонять-то! Хайпешник! Саша пришёл бы сюда, третьим бы сел. Покомментировал. Добрый вечер. Ну что же, мы продолжаем. Китайское дерби закрывает сегодняшний день. Второе для меня сегодня китайское дерби. Кстати, я уже сегодня комментировал ZDEC против LGD. И как вам это дерби? Оно было ужасно унылым. Там ZDEC просто играли... Знаешь, они играли как будто тренер по настольному теннису играет с учеником девятиклассником. Они просто настолько мастерски переграли LGD, что смотреть на это было, ну, немножко больно. Особенно, если ты болеешь за LGD или поставил на них денег. Нам было такое. Ну, рискну предположить, что эта карта будет намного веселее, потому что она, во-первых, одна. Во-вторых, потому что команда довольно весело играют, и пики у них довольно интересные. С героями, которых мы, ну, отчасти, да, каких-то героев мы ещё в групповой стадии не видели. Вот так что, сынки Гупи, я даю вам большой привет. Также хочется отдельно передать привет тем, кто не смотрит после игр студии аналитики, и это вы абсолютно зря делаете. Это вы не реально зря. Я очень жалею. Знаешь, в том, что мы находимся здесь, есть огромный минус. Потому что, когда ты сидишь в зале, ты не можешь слушать нашу студию аналитику. Ну, студию аналитики, ты можешь нашу слышать только, если ты на комментаторском месте. Ну, может звучать планшет, наушниках и так далее, но это не то, да. Ну, очень-очень весело и задорно. Действительно, ребята, в отличие от китайских и английских коллег, работают без паузы, успевают проанализировать прошедший матч и представить следующий. И, конечно же, как всегда, очень хорошо всех нас порадовать хорошими шуточками. Ну, собственно, мне нравится наша аналитика. Хоть я не считаю аналитиков вообще достойными упоминаниями, как я уже говорил во время группового этапа, это просто какая-то серая масса для меня. Они по определению хуже комбинаторов, но все равно достойные внимания. Да, но все равно достойные внимания. Не такие крутые, как мы, но более-менее. Да, 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 да. Ладно, у нас игра. Давайте представим быстренько состав. Итак, ребята из Ньюби Вай играют за Рейдинг. Товарищ Си у нас стоит на миде на SF, и МРМ и суппорт на Бене. Это у нас Ле. Получается, суппорт Тускар. Джиа Джио. Шаки играет в качестве керри. И оффлейн. Товарищ Ли на Сент-Кинге. Да, ну мы действительно знаем, что это первый Сент-Кинг на этом турнире. Против них раньше был Eleven. Постарел за неделю. Уже Old Eleven у нас на Клакверке. Косит по Долчикина. Какая играет на Спортбанте Хантри. В миде, конечно же, старая курица. На вайпере второй суппорт. Капитан команды легендарный Лан Эм. Видео, про которого мы видели перед матчем. Ну и, конечно же, керри Квапа от CTI. Боже, это же Крейгазм. Это же лучший герой CTI. И герой, которого против него банили очень часто. Потом в какой-то момент перестали банить просто потому, что пришлось банить Тускара. Вот мы видим Нью-Би-Янг сделать попроще. Не Тускара забрали. Но Квапу пришлось отдать. И скажу я вам, эта проблема будет. Проблема тут у Ли. Кстати, ой, огромная проблема. И должен умирать. Нейтралы! Нет. Если немножечко подтянул, еще побежал. И пытался как-то на речку спрыгнуть. Но там, скорее всего, слишком баг-демеджа заделал. И жуткое замедление было. Поэтому решил выкапываться под нейтралов. Не получилось. Такой маневр. Ихо мы сделали. Все распад. Хорошее смещение от товарища КК. Пока действует очень грамотно. В первых минутах он там мид поразвлекал. Чужой центришник разбил. Ну и вот в связи с этим вопрос. А не разучились ли ребята из Нью-Би-Ва играть против бегающего ровмящего баунти-хаттера? Ну вот это непонятно. Научились ли они? Я вот не могу вспомнить, если честно, третью их игру в группе против Сикрет. Напомню, что Нью-Би-Янг выиграли одну карту на этом турнире. Это было у Сикрет. Я вот не помню, в третьей карте против Сикрет играли ли они против баунти-хаттера или нет? Нет, не было там баунти-хаттера. Там был Магнус с антимагом. А, да-да-да-да-да. Там просто-напросто Энвин антимаги победил, да. Так что против баунти-хаттера мы не знаем, умеет ли он играть. Вот АСС в миде-то проседает довольно серьезно. Сейчас КК. Он уходит отсюда, конечно, КК. Четко, очень четко действует сейчас БХ. И снизу экшен. Олд... Олд... Боже, как же он не сбивает-то. Олдилевен. Под стан подставляется. И это должен быть первый фраг от Небьян. Ну да. Ну что, шофлейнеры по разу у нас ошиблись. Счет сравнивается. В принципе, неплохо. Это для кор-героев, которые стоят на легких линиях. И они получают такой небольшой буст. Что касается, кстати говоря, мид-линия. Казалось бы, да, по началу вайпер должен стоять чуть получше СФ. Но все-таки Бэйн свою задачу выполняет. Он пока старается страховать. Как-то немножко мешать вайперу по мере возможности. Ну и, конечно же, самое главное, что делает у нас товарищ Бэйн, это делает стаки. На топе, опять-таки, у нас что-то на экшен снизу-снизу, извините. Ну, это не что-то на экшен похоже. Это просто пришел к АК и вместе с Элевеном они зажимают на этот раз немножко загулявшего Кэрри Лешрака Джиэ Джиэ. Ну и второй фраг для команды Ехоум. Ну, на мейн-кэрри Лешраке это очень плохо. Потому что Лешрак, который на кэрри роли, это такой слишком зависимый от сноубол-режима игры товарищ, скажем так. Ну вот левел от быстрых артефактов. От всего он зависимый очень серьезно. Таким мальчиком для битья ему быть поначалу, конечно же, не стоит. Мне вот другой вопрос смущает. Почему ты имеешь только один ассист в своем активе? Почему не два ассиста? На топе Сэнкинга убивал, убивал. Видимо, нет. Видимо, снизу, наверное, он не бил или... А на топе может быть просто просветку дал и все. Да-да-да. И закончилось. Да-да-да, наверное, дал просветку и не успел цапнуть. Так, на терении Мхейст лежит. Ланем что-то не реагирует. Получает просто слип. Ланем, алло, просыпаться надо, Ланем. Ну, вот это вот сейчас, конечно, было что-то очень странное от Ланема. Ну, понятное дело, ночью он не видел Бэйна, который здесь стоит. Ну, получилось как-то так, действительно, как будто... Он уснул, а потом он в натуре уснул, как бы, да. Ну, он просто по фаерплейному подарил руну противника. Ну, чтобы честно было. Мы, типа, и так сильнее, в принципе, по скилу, так что давайте мы его хоть немножко подсобим тем, чем можем, скажем так. КК, КК, он находит сейчас стаки и находит СС, который собирается стаки подфармить. Очень важно, потому что КК, как минимум, здесь можно хотя бы экспириенс наворовать. Просветил. Зачем? Что это было? Плеерити вард. Что он делает, подожди, КК? К кнопках ошибся, видимо. По-моему, мискликал. Да, по-моему, мискликал. Мисклик, однозначно. Просветка просто так неизуется. А здесь Ланема поймали и убивает Ланема, спокойненько забирает ССС, этот праг в миде. Но, опять-таки, инфа должна была быть от Кака, что ушел СФ, нету в миде. Ну, куда ж ты бежишь? Очень надо. Ну, и по-прежнему тут Баунти Хантер стоит, ждет. Но Баунти Хантера тут первая цель, конечно, СТЮ тем временем убивает флот. Нельзя через ультимейт, но это СТЮ. Стоял здесь рядом МРР, но СТЮ, в принципе, не обращает внимание обычно на такие мелочи, как наличие дополнительного суппорта на линии. Он просто-напросто убивает. Ну, что это СТЮ на Клопе. Хороший старт он получает, помимо топового крипстата еще два фрага и нетвор стоповую, так что действительно старт получился. Кака? Минус курьер тем временем. 700 голды там было, а это значит, что без ботла остается у нас с Шадоу Финта ближайшие три минуты, а это проблема, это большая проблема, потому что сейчас даже стаки не на фраг. Просветили, просветили, но Кака просветки не достала? Кака сейчас будет воровать? Кака будет воровать экспириенс? Ну, особо ты, ты, ну как, как ты тут на ворующего? Ну, если будут убивать стаки, там единственное, что проблемы у СФ нету МП. Ну, тут огромное количество людей, так что это такое. Я думал, что он больше понадеется на то, чтобы кого-то там подрезок и у того условного СФ, который будет бить. Но фармить будет сенкинг и... Ну, вот экспа, вот, все посмотрим, в пределе достижений экспын находится или нет. Так, тут очень много людей, кстати, забрали лишака. Проблемы у Лея, есть просветочка. Так, Лея очень сильно проседает, спрятался, врежется он, конечно же, в баунти хаттере. Да, в баунти хаттере очень много демджа, по-прежнему жив, сюда пришел СТЮ, СТЮ избивает, очень серьезно, СТЮ убивает. Еще есть энкинга, это минус три, на месте СФа я бы отсюда ушел. Ой, и сколько ж денег, ой, как! Все фармят, просто все фармят. Опа, а сейчас погибнет, дает Шадоу Рейс, это была большая ошибка, Скрим получает и поднимает тоже. О-о-о, шейкер по-двоим, стан, молнии тоже по-двоим, Алл Чикин сгорит, проблемы у Элевена, Элевен закрывается и тоже в Коке сгорает, здесь уходит СТЮ, скорее всего, да, СТЮ уходит, но за жадность все-таки Джи Аджи немножечко наказал, ребят, из ЕХоум, но, в общем, мы понимаем, что, конечно, в огромный плюс это все для электронного дома получилось. Что такое электронный дом, я что-то немножко завтыкал даже. Электронный дом, ЕХоум, мол, тут же что-то. А, боже, фантастика. Это НС только так его называет, но я как-то уже... А Монтака, теория, не Тускара пошла, но он погибает, у него там 50 хп осталось, и сорян, братан, ЕХоум, СТВ, доминейтинг. 4.02, старт просто замечательный. Я не знаю, почему я сказал электронный дом, это у НС постоянно вот это вот электронный дом, электронный дом. Ну да, это вообще доказаться нужно, ну да. Ну да. И попытка С теперь еще раз немножко подобраться к нейтралу, но стаков здесь уже нет. Вообще печальная ситуация, Ботла по-прежнему не имеется, у него одна смерть, правда 2 кг он тоже сделал. Но по сравнению с тем же самым вайпером, в принципе, держится на одном уровне. А если сравниваем двух керри героев, понимаем, что там папа уходит прям очень-очень далеко, и уже 1800 колды летят. Так что, молодец. Ой, Клакверк миссанул хукшотом буквально несколько пикселей, если бы долетел до SF, скорее всего это был бы очередной фраг, потому что, ну сами понимаете, SF level 7, некачественный Requiem of Souls, да, или вообще, что бы он там сделал против этого Клакверка не совсем ясно, убили бы его, в принципе, без проблем, но повезло на этот раз. Ну, кстати, Ланэм в миде очень битый, тут просто нужно им подвстрять, но Холденбрейс первого левела немножко себя нахилит. Угу, пошла перетяжка у нас в теории Метлишака на топ, есть Point Booster вместе с Лев, вместе они тут будут пытаться пушить, хотя более тюрьмы... То, о чем я говорил, вот только-только я камеру оттуда убрал, просто стоял настолько самоуверенный в себе Ланэм, пришел SF в инвизии и убил. У него был инвиз, по-моему, руна нет, не было у него руна инвиза. Да, было у него руна инвиза, он визе подошел, дал два Кайла и убил Ланэма. Ланэм, проснись! Курьерн, конечно-таки, возродился, вот самый Боттл долетать сейчас будет SF, очень круто, подключается, значит, своим тиммейтам на топ, Тауэр там все-таки хотят убить, и Сетивай, я так понимаю, что сваливается в эти точки. Да, они за это Тауэр драться не будут, но, возможно, попытаются посплитить. Например, мид подпушить. Слушай, обращается внимание очередной раз на КК, очень качественно отыграет Bounty Hunter, шестой. Раздевар делал он и здесь вот точечку, за счет того, что убивали Ланэма, понял, что было его видно. Ну и сейчас отправляется на топ помогать своим тиммейтам. Вместе с Сити Уайем я бы на месте Ньюби Янг бежал. Ну вот Цинькинг сейчас может подставиться, в кентаварика он съел, нужно тоже ему ретироваться. Они встретились тут просто с Вайпером и поняли, что Вайпер — это четвертый коррозий в скин, и воевать с таким товарищем не очень-то хочется. Покопали. Ну, к сожалению, подвар подставил СКК. Теперь будет знать, что это эсцентрик. А там Клаквер тем временем Бэйна убил. А в мид-лейне это произошло вместе с Сити Уайем. Они его забрали. Ультимейт у Сити Уай есть, так что в любом случае он может там потянуться. Алт Чикен. Ай, Алт Чикен, что ж так нагло? У тебя же на данный момент, кроме четвертого, так коррозии скина ничего и нету. Поддержки тиммейтов тоже не было. Далековато находился в интерверности. Подставился. Тавар с пушами не убивая. И имеет возможность свой тавар по миду, например, сохранить, если делать все ПДПшки. Но в целом у нас пока довольно равное начало получается, неплохо. Есть зачем посмотреть. Довольно активно все, что тоже может работать. Знаешь, нравится мне, как играют Нью Бьян. Видно, что скиллом они у Яхом уступают, но Яхом делает огромное количество ошибок. Вот реально огромное в этой игре. 2000 голды они сейчас ведут, 700 экспы. И вот за счет этих ошибок, за счет этой какой-то непонятной расслабленности Яхом на этом турнире, потому что, если вспоминать их прошлые турниры, те же квалы на саммит, те же ландфинал Наньянга, там команда играла... Вот стоят два парня, они друг друга не видят. Так, сейчас Бейн может обнаружиться, есть Сноу Бо, пошел на Элевена, есть Валерас Панч, айшарт можно дать, хукшот в развороте сап, пошел атаковать Элевен, есть Лип Брейн сап, и Лео там подставляется. Получилось делать килл, в размен на один на один получился, и остальные разбегаются в разные стороны. Боже, байбайк делает флагверк, что происходит? Такой агрессор. А это что сейчас было вообще? А он даже без тпшки возвращается на медлении, хотя тпшка у него есть. Это сейчас что? Рейдж Бэйбэк? Ну, это вот очень плохо, это очень плохо. В эти команды... Прыгать, кричать, прыгать кричать надо, но под тавр конечно страшно, потому что всегда есть Бейн, просветка не достали, ДКК, КК отбегает на развороте, бросает трек, не спрятаться уже здесь в Сенкингу, пошел ультимейт от Эсепа, довольно успешный ультимейт, пробил Ролл Чикин, Ролл Чикин, опять подставляет склопа, хорошая ультима, только по одному, наорал еще на Джи, а Сити Вай проседает, ты скажешь, литер, замечательный, посмотри, можно добивать сплитер Блаз, залетает, минус 4, трипл Тил Байланер, и это все под треками, это все было под треками, здесь сейчас было заработать, давай твои ставки, с учетом минуса, 4 косаря или меньше? Нет, смотри, с минусом получается 4. 4100 ювелир, Баунти Хантер 1600 заработал. Ну вот, вот, вот они треки, вот они треки, просто я увидел, как летает Шурикен по драке, понял, что там беда, походу, там... Винтерскерс получился шедевральный, очень, конечно, красавчик, подобрал удачный момент, и сцепил ИСФ, и всех остальных, так что... Вот, хорошие статистики, из 19 выигрышных игр Хум 12 играли за Дайер. Вообще не любят китайские коррективы играть за Дайер. Не любят. Ну, а вот Ихоумы любят. Ихоумы любят, за рейтинг у них получается хуже, меньше побед. Да, интересно. Да, только я хотел сказать по поводу этого байбека, что довольно странно, потому что вот у Ихоумова дружная такая команда, вот довелось пообщаться с их менеджером в неформальной обстановке, скажем так, за бокальчиком чая в Сингапуре, и потом здесь в первый день в Франкфурте уже, 71-й вообще дружаня мой, мы с ним когда-то друг друга ненавидели, сейчас мы уже дружане. Так вот, рассказал им, что невероятно дружные ребята, что вот в том же Сингапуре они там только прилетели, они там вместе пошли где-то покушали, потом вместе пошли в казино, там поиграли какой-то Blackjack и так далее. Ну, что вот, именно хороший коллектив подобрался, что в Китае бывает редко, потому что, ну, со времен Тонг-фу, примера 2013 года, таких вот супер дружных команд было очень мало, и вот сейчас вот именно Яхоуму такие вот прям друзьяшки закадычные, они просто партнеры по команде, и в Китае это действительно редкость. Ну вот, в онлайне было все хорошо, в Сингапуре было все хорошо, здесь мы видим поражение от Сдеки, потом поражение от Минески, и вот сейчас довольно неприятная ситуация. Лучше переживает команда, бывает такое, на подъем играет потом, вот немножечко не получается. Ну и самое страшное, вот скажу честно для меня, это то, что завтра победитель этой пары, ладно, я думаю, все-таки это будет Яхоум, думаю, не стоит кривить душой, шансов здесь у Ньюбиянг очень мало в этой игре. Играет против Веги Сквадрон, завтра эта игра состоится в 17.40 по расписанию по франковскому времени, то есть в 8 вечера по Москве, готовьте, можете уже ставить все будильники, ну приблизительно в 7.30, в 8 вечера по Москве. Я думаю, в такое время никто спать не хочет. Да, 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 готовьте свои просто ремайндеры, напоминалки ставьте, чтобы вы не пропустили. Ну просто я считаю, что вот из лузеров, из первого раунда лузеров, Яхоум это самая сильная команда из всех восьми, которые мы увидели сегодня. Объективно говоря, по текущему стану Вега Сквадрон, можно сказать, что Яхоум и Ньюбий, по идее, не должны стать особой проблемой для Веги. Ну не знаю, Ньюбий, да, я бы сразу сказал, что это легчайшие 2.0, но вот Яхоум, ну мы видели, как эти ребята закатывают Virtus.pro, как эти ребята закатывают Liquid, как они бодаются на равных сикретами, и так далее. То есть, ну, они могут, они реально могут, не зря они отобрались на тот же саммит, да, где участвовали все китайские команды, проиграв только Vici Gaming, не зря они на Наньянге проиграли только у Vici Gaming. То есть, ну вот, неприятно. Вот я бы предпочел, чтобы видеть, чтобы в Веге попалась, ну, любая другая команда. Вот, если бы была сетка такая, как она есть всегда во всем нормальном мире, то Вега играла бы с альянцами, но тут почему-то, если Валвас решили сделать по-другому, и Вега будет играть с комплиментной парой. Ну, и это, конечно, не самые приятные новости. Ну, лично для меня. Может быть, Веге плевать, я уверен, что им плевать. Они так в любом случае скажут. В любом случае, здесь Чейхом нужно все-таки добить противника, пока они имеют лишь только преимущество в размере 6-7 тысяч, что не так, в принципе, много, но уже хватает для того, чтобы доминировать, играть первым номером. Там на исходной позиции находится Левен, готовность струнитирует. Есть флукшот. ВСФа неплохо. Вайперстрайк сразу же, опять же, ВСФа есть Мека. Пока не прожимает. Вот прожинает Меказа. Подходит на Сангик. Получает Троу Саленс. Фантастика, минус два сделали. Там Лишак успел забрать кок вверх. Это касается Винтерс Кёрс. Джиа Джи Проседай. Залетает Винтерс Лас. Очень больно. Трипл килл бай Ситиуай. Лев пытается драться. Там умирает. Дальше еще и МР. Это ультра килл. Ну, дайте Рампэдж. Дайте ему Рампэдж. Дайте ему Рампэдж! Ситиуай! На Квин оф Пейн. А теперь я бы хотел посмотреть статистику по дэмэджу, нанесенному CTY. И вот я выбираю, мы видим скрим, и вы видите, сколько скрим в процентах нанес. То есть он нанес 2200 дэмэджа, скрим нанес, ну, сколько в процентах, получается? Ну, подсветленным выглядит сколько? Где-то процентов, может быть, 25, да, дэмэджа скримами он нанес. Ультимейт он вообще не давал. Все остальное он нанес с руки. Подождите, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Ультимейт был. Был ультимейт классный по двоим героям. Просто три человека, когда остались, вот когда он уже начал бить Эльшака, он уже ничего не кастывал. Он просто бил рукой. Вот так. Всех подряд. Рэмпэдж, CTY, Queen of Pain. Их предупреждали все. Весь мир предупреждает всех, что не давайте CTY-у Queen of Pain. Это его лучший герой. Нет, говорят Ньюби Янг. The Country. Нет, ну вообще, на самом деле, не к обиде CTY-у. Queen of Pain вообще, по итогам групповой стадии, вот у нас там была статистика, да, в Твиттере кто читал, кто мог посмотреть. Клопа больше всех урона по героям. Лучше всего там стопа и так далее. Ты ел что творит вообще? Залетел. Петеры. Вообще просто иммортал. Ладно. Так, там 3-хук-шот был, не попадает немножечко товарищ Элевен. Ну да. Клопа, конечно, супергерой, это понятно, но исполнять тоже надо уметь. Это китайские команды умеют. Да, правда, сейчас тоже довольно интересно исполнил CTY. Так, отдал стрик свой довольно серьезно. Бывают такие заскоки. Купил он себе Митрилхаммер и рецепт на БКБ. Это самое БКБ у него появится через 500 монет, так что тут полный порядок. Снотворк сегодня по-прежнему топовый. С этой топовой строчки его сдвинуть будет довольно тяжело. Так, ну и посмотри, преимущество по деньгам порядка 10 тысяч было в самый пик, даже больше у Хома. Довольно серьезное преимущество на 18-й минуте. Так что есть основа для того, чтобы подраться еще разочек. Хорошо. Клопа сейчас появится буквально через 9 секунд. СС пробивает Тир-1. Есть Глиф. Ну и боятся. Клопа сейчас появится через 4 секунды. Не хотят лезть в бой. Много новых артефактов у Небивай не появилось, следовательно. Но почти ничего не появилось. Кто, кстати, сорвал стрик, лишь рак сорвал стрик. То есть, лишь рак зарабатывает себе тысячу копеек. Слушай, сразу блатсон появляется в лишь рака. Но вот это уже неприятная тема. То, что так далее. Второй рэмпэч, да, на квапе сделал в группе Виха. Вы смотрели эту игру, я думаю. Мы ее тоже, конечно же, для вас показывали. Транслировали. Мы все игры для вас показываем, транслируем. Да, все, здорово. Так, ну что, где у нас там сетевая бегает? Сетевая решил подфармить лист. Ну да, БКБшка-то нужна. БКБшки уже не хочется. Орваться. А его команда тем временем подпушивает нижнюю линию. Вайпер статовый. Довольно интересный, кстати говоря, айтембилд у товарища Чичикина. Есть драмы, есть аквилла. Такой айтембилд больше схожий к гирокоптеровскому. Ну да, да, да. С четвертым коррозе скином такой должен быть терпеливый вайпер. Терпящий вайпер, скажем так. Ну тут просто ответственность на сборку Меканзема взял на себя КК, поэтому вайпер у нас без Меканзема. И вот приходится что-то другое придумывать. Хотя колечко у него какое-то имеется, даже непонятно, зачем это кольцо нужно. Ну, может быть, что-то, пайп какой-то с него сделает. Ну вообще, да, магического проказа там довольно много. Лишак, Сенкинг, Эсэф. Да, да, да. Против всего этого можно... Кстати, пайп здесь действительно нужен. Либо, как говорит Арэн, пайпа. 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 Крита и пайпа. Арэн красавчик. Так, ну теперь он не добивает Рошан и Хома. Держится под инвизом, где вторих клок вверх, под смоками. Если что, готов он сдерживать противника. Но они убивают даже и не сориентировались, не поняли и не предсказали, о том, что может противник заниматься или может просто не хотели. Но в случае Аеги остается сетевая. Теперь он может позволить себе вот такие врывы куда-то там, к противнику на четверых. Ибо есть и БКБ и Аеги, значит сможет жить побольше. И перетяжка пошла на мид. А на миде может загулять лишь шаг. Не хочется давать заряды на Болтстоун. Ни в коем случае. Только-только у него 8 их и получилось. Повесили на него пока трек. Там теперь он Лан Эм тоже дает вижен. Ну и так вот. Ну, замыкает кольцо. Да, вот так вот ребята из команды Ехоум. Ну и видно, что Ньюбиян боятся что-либо делать. Да, преимущество 8 тысяч. То есть вот эта вот смерть сетевая немножко остановила рост экономики, скажем так. Ну, зато Т-2 Тавер снизу будет сейчас падать. Шарды залетают. По крипам, разве что она пошла мека быстренько. Ну и я думаю, за это Тауэр Ньюбиянг драться, конечно же, не будут. Идеально для них раскладом было бы, конечно, посплитить. Но они вообще не поспели к этому варианту. Не приготовились. Единственное, что вот Джил Джил дал прокаст и все. На сплит пуш это не особо похоже. Тауэр потеряли практически на халяву. Ну, понятно, что сейчас в отсутствии БКБ ОСФ, а в наличии Аеги с Queen of Pain вообще не хочется принимать какой-то бой 5 на 5. То есть попытаться как-то сэбейтить все возможные начинания тэхом, проигнорировать, посплитить, подфармить. Вот задача на ближайшие там несколько минут для молодых. По смысл успешно будет. Действительно, БКБ-шка появится у СФ, у Лишака. Ну, два БКБ, тогда, наверное, уже можно будет принимать бой. Хоть какой-то. Ну, потому что сейчас будет сложно. Что с СТАЙ? СТАЙ 1700 голды. И ныряет на Лишака. Есть Саленс, прокаст, скрим. Дальше есть Соник Вейв, накрывает Джи Аджио и суицидит себя. Лишак вынужденно. Иначе погиб от рукой СТАЙ. Этого не хотелось. Да, да. Сразу же Бладстоун превращается в 5 зарядов. Ну, окей, я вряд СТАЙ. Тут СФ в Инвизе на топе. И КК тоже в Инвизе друг друга. Не успел КК накинуть свой тэк. Поэтому СФ здесь будет жить. И если у него ТП-шка, сможет уйти. Но ДБКБ прежним не доформил. А это минус. По-прежнему, большой вопрос. Что же там купился? Вайпер. Так, Олк Чикен, вижу, несет себе Яшу. Гем Олан-Эм. Слушай, как хотят подкрепить свои преимущества, ребята, из ИХОМ. Ранний Гем это для того, чтобы загнать противника на базу. Вообще, лишить их Вижена. Это круто. Это очень здорово. Гварды передали, Гем забрали. Ну, я так понимаю, что ИХОМ сейчас конкретный план. Именно сжать вот это кольцо, заставить сперенка стоять на базе. И как-то вот стараться давить, давить, давить. Вот, скорее всего, так они и будут делать. Вряд ли какие-то там другие еще опции придумают. Он стоит СФ на топе, что он там делает. Вот там столько времени, да, находится. Но он понимает, что линия рано или поздно отпушится. Он дофармит здесь по КБ. Ну, сколько она будет отпушивать? Он не выдержал Сида и пошел медленнее. Выдержка, как у Анноун из Перу. Ну, примерно. Огар Клаб взял себе. Ответ тоже, конечно, он... Нужно выйти по КБ. Чем раньше, тем лучше. Ну, а к успехам, опять же, не Биуай. За эти последние три минуты можно пречесть то, что они не попадаются под разменный ХОМ. Они не встревают драку. Удается проигнорируют противника. Это здорово. Вот, да, потеря Айки стала в две минуты. Еще потерпеть чуть-чуть совсем. Ну, и пытаются ХОМ где-то навязать борьбу противнику. Ну, хоть как-то подловить. Бегает. Кака? В надежде, что тиммейты к нему стянутся. Очень быстро стаст кого-то зафокусить. Но противника не находит. Пытаются перевардить. Опять-таки, вот гейм есть. Ланэм сюда вот не вышел. Так бы гейм бы разбили. В итоге, КК может умереть. СФ отменяет опять ультимейт. Я еще один отменяет. И еще один отменяет. Но красавчик. У нас не поделал этого Атун в прошлой игре. Так вот сейчас делает ССС. Разводил противника, да? Так вот нервировал, скажем так. Ну, стива тоже. А тем больше нервирует комментаторов. Противники-то, че? А это звук постоянно. Ну, на этот раз мылим Ньюби Янг. Хотя все-таки подраться за эту вышку. Ну, таки, да. Держат оборону. В моей числе пропадет. Неприятный хом, потому что айгис реализовать, как-то кого-нибудь бросит. Да, ну какая разница? Не фармит враг, как бы. График ползет вниз неуклонно. И ситуация все лучше и лучше становится для них. Да, они тоже не особо много фармят. Но там вообще ноль фарма, как бы. Ну, разве что у такого ТСФ подбирается к самому БКБ. Осталось совсем чуть-чуть. Ну, буквально два крепочка съесть еще. Ну, Клокер может ворваться. Да, Клокер врывается. У нас тут же форстап. И надо отойти 11. Ну, там капнули КК. Тоже отходят все. Полетели треки. Ну, и вот как-то вот так издалека друг друга ребята цепляют. Но по-скромному так, по-скромному. Никто не хочет наглеть. Ну, да, пошла у нас та самая. Дота осторожная, аккуратная такая, без каких-либо ошибок. По минимуму стараются их свести ребята из обеих команд. Ну, вот единственное, что потеряли за время действия Егиса, не убивая один таван. Поцепили. 11-а, был Колд Эмбрейс. Молнии пробила. Винтерскерс дальше на СФ. Винтерскласс. Поздний ненужный Алл Чикен. И в БКБ Алл Чикен тоже должен погибать. Так оно и есть. Сити Вай в драке один. Сити Вай пытается драться. Сити Вай убивает Бейна. Ультимейт Сенкинга в никуда. Алл Чикен погибает от урны. И это минус 2 в ответ на одного Бейна. Но Сити Вай может зайти в спину. Он в инвизе. У него нет ульта. Но у него есть сайленс. Ну, про четырех героев, я думаю, не поставить лезть. Слишком-слишком. Это опасно. Наверное, больно уже можно даже получить в СФ. И все-таки какие-никакие, но 200 урона с руки он имеет. Плюс пассивка на 4 прокачана. Ес, это да. Это правда. Бьет товарищ. Это уже неприятно. Ну, вот получилось так, что Сити Вай вроде бы ушел оттуда. Ой, подкопали. Какая ошибочка. Ошибочка-то какая-то. Сити Вай дерется. Сити Вай дерется и может убить Сенкинга. Сенкинга убивает. Да, так оно и есть. Здесь вверх. Ой-ой-ой, как же хорошо. Ой, как же хорошо все делают сейчас ребята из Ехоум. Пытаются уйти из Ли. Конечно, никуда не уходит. Олда, Илевен гонит ССС. Даггер ему. И вот сейчас будет Когич из 2 секунды. Бейн подбегает Рампейджи. Давайте сейфы убивайте на Бейна даже. Бейн развернулся. Понял, что Рампейджи больше давать нельзя. Но ультра килл будешь. Рампейдж плюс ультра килл уже за 25 минут игры. Сити Вай продолжает клепать. 14 фраг он сделал. Это получается сколько? 14 фрагов, 8 ассистов. 22 суммарно при 25 киллах общих от команды. Коэффициент полезности просто зашкаливает. Ну, это вообще какой-то нереальный чувак. Мы понимаем, что скоро он просто обойдет по фрагам всю команду Нью-Би-Янг. И вот его любимый билд. Пошла Кираска от Клопы. Теперь его не взять так легко. Да, да, да. Гоним эти все. Это все для слабых. Кираса, Кираса, Дезолятор. Бестапка. Как Габлак в старые добрые, когда ты так играл на Клопе в миде. Когда еще мидером был. В 2009 году. А сколько это давно? В 2009, в 2008. ДТС Кап 2008 в Днепропетровске. Габлак тогда мидером играл. Хорошая была команда. Габлак тогда минером в миде. Но были времена. Давно это было, правда, очень. Артур уже, наверное, даже не знает, как в миде играть. Даже не знает, когда рунер испавлиться. Не, ну ладно, это, наверное, знает. Так что аналитик, это он знает точно. Не, ну да. Он просто сейчас меня не слушает, поэтому можно его погнобить. А то он меня часто гнобит. Ой, не факт. Не факт, что он не слышит, да. Может и слышит. Так, АК там рискуют подставить, кстати, Сален, успел под МВС спятаться. Нет, Рустам, он не слышит. Он живет в Нуба-отеле, у них Wi-Fi такой, что они даже стрим оттуда смотреть не могут. Так что... Навряд ли, навряд ли. Да, ну и вы, уважаемые зрители, не предавайте. Ладно, не пишите в тюрьме. Да, ни в коем случае. Я говорю, что я погноблю габлака. Да, а то Артур он опасный. Это... Я его, Исмайла, боюсь, потому что они вдвое тупо больше меня. И... Если человек больше, он боится. Проблема огромная здесь у Санкинга. Будет ли прыгать за ним Сетивай в догоночку, давать ультимейт. Хороший второй форстап. Трек все равно висит. Клох, вершин. Боже, какая-то погоня. Вайпер-то залетает на Сетивай до конца. Пошел с дабл демажем. Два удара. Он просто на коляву сделал килл. Не ожидал только подставы Санкинга. Шикарно. Да, но трек висит. Ты должен понимать, что пешком ты бежишь медленно. Блинки про стапы, конечно, хорошо, но... Неприятно. Не имеет свой сток заканчиваться. И иметь кулдаун. Есть такой момент отрицательный. Квапа по Нетворцу на 7 тысяч больше, чем СФ. У нас в игре алхимик, ребят. Просто алхимик. Да, реально алхимик сейчас. Ну и чтобы вот СФ не дофармливал до Queen of Pay, на это, конечно, нужно еще постараться. Купил там бедняжка СФ после БКБ себе с Сенш. Он пытается поднять себе выживаемость, но относительно Queen of Pay он выглядит явно слабовато. Да, для Сетивай все равно тут действительно люди будут едой, как ни крути. И очень сложно будет что-либо здесь придумать. Какой интересный билд получился у вайперов. Манта стайл. Просто. Там все равно. Манта. А почему бы и нет? Да. Три вайпера лучше, чем один вайпер. Зачем? Я не понимаю, зачем это надо ставить. Ну, чисто, наверное, для статоров. То есть какой-то другой причины здесь приобретать этот артефакт, наверное, и нету. Ну, люди... Отстану лишь рака уворачиваться, не знаю. Вообще люди забыли, что Аганимы всякие раньше вайперу первым артефактом покупали. Тоже статы, казалось бы. Кстати, Аганим вайперу хороший артефакт. Вообще суперский. Можно вайперу БКБ закинуть и все. И так можно закинуть, а можно... Попадая почаще, скажем. Да, да. Просто стреляешь, стреляешь. Так. Сетивай продолжает нечестно играть. Он идет за Эгисом. И снова много денег. Не посмотришь, у него откуда-то появляются бабки. Не, понятно, откуда он. Он же там фраги клепает. Да, ты знаешь, что если бы не та просто супер ужасная глупая смерть, у него было бы 15-0 на 8. Митрейт без Кираса 100%. А с Кираси 2-2. Опасный билд, скажем так. Опасный. Но в этой игре проигрывать сетивай, я думаю, вообще никак нельзя. Самые игры, которые проиграл Сетивай на Клопе, это было дважды против Вичи Гейминг. Если я не ошибаюсь, я думаю, меня Лео может отправить. Дважды против Вичи Гейминг на Нан Янге. На Нан Янге. Да, по-моему, это было именно от тех два матча. Окей. Так, Клокверк-то с Пойнт Бустер, но этот парень хочет купить себя Ганим. Насчет Вайпера пока такого сказать нельзя. У него 1600 голды, и он пока еще думает. Кстати, кольцо, которое у него было, он, судя по всему, продал. Возможно, он и по обычаю своему решил покупать себе Мегу, но потом вовремя очнулся. Как говорят, а почему бы и нет? Хочу, продаю мое кольцо, что хочу, то и делаю. И огонь, кстати говоря, Клокверк уже готов. Так, ну что, попахивает ли заходом на хайграунд? Есть Аегис, есть все способности. Ну, я думаю, что просто, смотри, он просто идет прямо этот Клокверк. Получает здесь Клокверк, сейвит его. Ланэм, ультимейт Джи Джи, Сити Уай, есть Слип. Разбудили Клокверк, ультом точнее разводил. Сайленс ВСФ, Сенкинг очень качественно, очень качественно. Сенкинг трусит землю, горят видеокарты у тех, у кого плохие компы. Но драйка продолжается. Минус 2 СФ, надо продолжать загонять отсюда. Все еще жива Клокверк, но она очень битая, очень мало маны. Но есть все-таки у нее Аегис, можно его слить. Не получается слить у Сити Уай, а Аегис, он очень хочет, но не выходит вот наконец-то. И Вайпер заплевывает, просто пятняшка НСИ, тут никуда уйти не может. Минус 5 в размер на троих и на один Аегис. Там такой момент был нелепый. Сити Уай почти убили, он стоит в колдомбрейсе. Сити Уай по-прежнему проигрывает у Нью-Би Янг, 19-17, это непринятный результат для Сити Уая. Но он еще, у нее есть время исправиться. У нее есть время, да. Он говорит, так, короче, я хочу выиграть. Так, пока он сносит барак, он, конечно, не хочет без барака уходить. И вот начинает выигрывать Сити Уай, но нет, БКБ победить тяжело. Сен Кинг прыгнул, Сити Уай, Даггер, есть Вижен здесь. Сити Уай, у него просто огромное количество ХП, но горит он очень-очень-очень-очень сильно. Успеет уйти, нет, просто ставки ТДЖ, подтолкнуть его тоже некому, пытается преследовать, конечно, но Клопус с блинком из практически фулл-мп достать невозможно. Ну что, делаем ставки, Рустам. 4 800. Что дальше? Что дальше? Что дальше? Дальше, дальше, дальше. А ее в скаде? А это, кстати, возможно, иван. Или, о, Хекс, Хекс, все. Хекс. Ну, может быть. Да, на Квалокс Саммиту. Да, на ЛГД на Квалокс Саммиту. Но ту игру 3-2 выиграли, Яхоум. Вот так вот. Это был матч, который... Мы его с НСом комментировали. Я его назвал шестичасовой паблик. Потому что там просто шесть часов паблика было. Там реально, они 3-2 сыграли, и там был такой паблик. Мясорубочка такая. Это просто... Не мясорубка, это когда реально рубится команда. Там был паблик. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ловят у нас с Элевена. Элевен, молния, порстап, плейдмейл улетает. Кока так и не увидели, он отсюда уходит. Квапа. Квапа? Айовскади. Айовскади... Ну, почему Айовскади? Я так сначала тоже предположил, что видно было, что почти его убили. Вот чуть-чуть статов еще не хватало. А из лучших артефактов статы только ее с Кади осталось. И он с СТОТОВ это будет приобретать. Чуть-чуть статов не хватало, решил с Кади прикупить. Ну да. Этот СТУАЙ 17-1-10. Ну вот, я не знаю, знаю, у наших там аналитиков есть вот это вот там Кэри дня, Мидер дня и так далее. Ну я не знаю, куда там что, но по-моему, СТУАЙ за его вот эту вот игру, это, ну, это, по-моему, обязательно. Там АТУН есть. Там есть АТУН, да. Там АТУН. Извините, но АТУН сегодня должен быть в команде точно. Курьера забирает СТУАЙ, мало ему денег, мало ему издевательства над молодыми ребятами из Ньюби Янг. Блин, как организация Ньюби, это просто забей. Две команды, которые отправятся домой. Это просто забей. Лучший результат. Ну, кстати, две китайских команды в bottom 4 вылетают. Мы завтра, в завтрашний день войдем уже на две китайские команды будет меньше. На одну американскую, на одну азиатскую. Европа не потеряла пока никого. Воу-воу-воу, Европа. На интернешнале мы в этот момент потеряли уже одну команду. Я не буду напоминать на ее название, но я думаю, вы вспомните сами. Да? На мейджоре мы эту команду потеряли еще на квалификациях. У нас, благо, есть другие команды, которые пока радуют. Да, которых пока мы не потеряли, но это хорошо. Так, ну что ж, заход Ихома в по топ-линии внешний тир-2, который нужно добить без сопротивления, потому что нет какого-то сейчас даже глифа, и я думаю, что Ихома постараются, постараются. Да, да. Затем хайграунд. Ну, тут Вижн есть, у них стоит левен. О, фантастика. Я смотрю, просто закупал Ланемы, и я вижу, что он покупать собирается. Рефрешер, красава. Просто это лучшая Винтер Виверна. Да, Виверна, рефрешер, блин. А куда столько денег? Потому что пятый нетвор, она почти как Лишак наформила. Винтер Виверна, видите, этот суппорт. Да, он же там, помнишь, триплкил какой-то вклипал хороший там. Нет, Винтер с Кёртсом были фантастические, я согласен. Но чтобы так же наформить, как Керри Лишак. Кстати, помнишь момент при 0-2-0, мы ему сказали, алло, Ланем, проснись. 0-2-0 была стата, что сейчас? 4-2-15. Проснулся. Проснулся Ланем. Проснулся Ланем. Сказал, хватит. Говорит, окей, окей, сейчас-то меня вот эти загнобят, этот рухап. Надо бы, надо бы подсобраться. Показать, как умею. А-то неприятно будет. Так, ну вроде готово, вроде не готово. А вроде хочется и Рошана сейчас подождать, да, еще? Там, там все-таки Сыроеги сейчас будет, так что, возможно, да. Возможно, еще подфармят, возможно, чего-то дождутся. Да и, в принципе, вот так вот лобовую идти на противника. Не хочется, а не убивайся, смог последней надежды, ты посмотри. Смог последней надежды, пошли сами по атаку, смог на смог. Смог, спалили друг друга, просветка пошла. Кого под капли, турнирный, полстать, выходит, распорося, Ланем дал, хук-шот. Есть Ринкова в соло, толщики прошимает БКБ. И пошла первая ульта. Второй, конечно, пока нету, рановато. Но в любом случае, квапы-то не было. А вот она, квапа. Не отпускает СФ, а замедление жутко. Хотел дать Соник вейф, но есть танк для шака, точную Вайпер уже не отпускает. Просто оттыкивает спины, СФ подправляет в таверну, есть у него байбэк. Дальше прогрызываются бараки, отступают, не убивая. Ну и СФ и байбэкаться, есть ли смысл? Большой вопрос. Да нет, нет. Вопрос в том, что, видите, фактически драка была выиграна без СТВ. Вот он байбэк прыгает, СТВ по Т4. Лешрак дает встан под себя. СТВ в ультимейте Бэйна не может ничего делать. Чикин сгорит, но хотя был на него еще... Ой, хороший ультимейт от СТВ. Очень качественный, но его могут убить. Могут его убить, но все-таки он отпрыгивает и не умирает. Опять-таки, 4 фрага была сделана команда Ехом, СТВ не сделал ни одного, и 2 смерти есть. И уходят Ехом, уходят. Ну, а наступают слишком далеко, откровенно говоря. Залезли в Т4, тогда, когда можно было просто добить... Какую-то еще сторону побить, например, снизу или сверху. Ну, чуть-чуть. Или отойти просто. 3 тысячи голды потеряли, несмотря на то, что там были байбэки. Минус трешка для Ехом, но когда ты проиграешь 20 тысяч, это, в принципе, нормально. Да, и при этом СФ не забываем, сделал байбэк. То есть, там отставание слишком жуткое. Если посмотреть вот так вот, то есть, сравнить с 2 кур-героя у Нью-Би-Ви, которые фармили 36 минут игры и страдали при этом, да? Они фармили ровно столько, сколько на фармил Атак Вопа. Вот вам простая математика. Это, наверное, плохой знак. Да. Когда только случается, хочется плакать. Да, когда Виверна имеет больше, чем твой Кэрри Лишрак, это плохо. Это Аксиома от Доты 2, наверное. Ну, вот CTY 4400, что в дэмэдж дальше паковаться будет, либо, может, действительно возьмёт какой-то контроль. Хотя контроля, в принципе, хватает, и слоу, и... Сейчас имеет смысл, там, то, что БКБ кончается СФ, купить Хекс просто. Ну, возможно, да. И Шака тоже тратится-то немножко. Моментально решить все вопросы. Скорее всего, игра на этом будет закончена, который коверит с Хекс. Хотя и так я не понимаю, как можно отыграть вот столько денег. Только если Ихомы сами захотят. Очень сильно захотят. Да. Вполне такое... И Ихом смотрится, как ни крутить, и, возможно, на... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok